Дорогие друзья, всем большой привет! В этом видео еще несколько новых сортов роз. Первая роза, первый сорт это Роттеркорсар, корд из Германии, 2004 год. У меня в высоту около 80-90 см и в ширину 50-60 см. Побеги прочные, куст разваливается, но не сильно. Цветов появляется всегда большое количество, на каждой побеге может насчитываться до 15-20 розочек. Цветок махровый, роза показывает серединку. Цвет очень яркий, красный, глубокий, бархатистый. В полном распуске около 8-9 см. В начале распуска серединка ярко-желтая, даже при отцветании она не особо теряет свой внешний вид. Стойкость цветка довольно хорошая, на прямом солнце, на жаре цветок держится около 1 недели, в прохладное время подольше, но дождем сорт никак не портится. На прямом солнце роза не выгорает, цвет остается насыщенно красный в течение всего периода, пока роза цветет. Листва темно-зеленая, глянцевая, средних размеров. Довольно устойчива к заболеваниям, роза у меня ни разу еще ничем не болела. Роза прекрасно зимует в третьей климатической зоне. У нас кировская ОВС под общим укрытием, полностью сохраняя все свои побеги. Отличный сорт, отличная роза, которая сочетает в себе отменное здоровье, прекрасно держит дождь, стойкость цветка отличная, на прямом солнце не выгорает и настоящий чистый красный цвет. Еще один шрап кустовая роза это сапфир, тантал Германия, 2015 год. Куст довольно раскидистый, у меня высоту метр 30 метр 50, побеги прочные, жесткие, куст не разваливается, цветы появляются всегда в отцветиях, на каждом побеге может насчитываться до 80 розочек, которые распускаются поочередно. Цветок в полном распуске около 10 сантиметров, красивого цвета, окрас неоднородный, в начале распуска это розово-сиреневый оттенок, более насыщенный, на прямом солнце, через какое-то время он выгорает, в начале внешние лепестки становятся светлые, а потом и полностью весь цветок становится более светлого оттенка. Лепестки розы напоминают тонкий фарфор, немножечко прозрачные, если присмотреться особенно поближе. У меня много роз подобного оттенка, но вот это единственная роза, которая имеет холодный светло-сиреневый оттенок. Роза начинает свое цветение на нижних побегах, одновременно выдавая большие кисти и продолжает цветение уже наверху. Цветет практически без перерывов, стойкость цветка довольно хорошая, на прямом солнце на жаре держится около 1 недели, прохладное время подольше. Очень часто читая отзывы по этому сорту, многие пишут нестойкости цветка, о том, что куст не развивается. Этому сорту эта розе необходимо время, и уже цветок на третий год показал довольно хорошую стойкость. Еще одна роза это Сахара, тоже относится к группе шрабы кустовые розы, Германия, 1996 год. Очень сильно рослый шраб, высоту около полутора метров и в ширину сантиметров 50-60. Побеги жесткие, прочные, умеренное количество шипов, они не склоняются под тяжестью довольно большого количества цветков, которые появляются на каждой побеге до 10-15 штучек. Цветок махровый может показывать серединку в полном распуске около 10 сантиметров. Цветы очень интересного окраса, золотисто-желтые, присутствуют бронзово-красная каемочка по краю лепестка. Со временем цветочек выгорают до более светлых оттенков, а каемка остается насыщенного цвета. Кусты компактные, прямые, хорошо разветвленные, роза цветет постоянно. Как таковых волн нет, начинают свое цветение внизу и продолжают уже на более верхних побегах. Стойкость цветка довольно хорошая, на прямом солнце, на жаре держится более 1 недели, прохладное время подольше. Но дождем сорт не особо портится, максимум, что могут появляться небольшие красные веснушки. Листья слегка глянцевые, средне-зеленые, довольно устойчивы к заболеваниям. Роза у меня ни разу ничем не болела, да и плюс ко всему зиму, прекрасно сохраняя все свои побеги. Прекрасная жизнерадостная роза, очень ярко насыщенного цвета, особенно в начале. Потом цвет становится более приглушенный. Если вы хотите в своем саду яркую, неприхотливую розочку, то обратите внимание именно на этот сорт. Сорт Сахара. Если у вас остались вопросы по этим сортам, пишите, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!